Всем привет, с вами Прия. Сегодня, 18 октября, стартанул Тыквавин. Праздник, который каждый год стартует в World of Warcraft. Что интересного можно в нем получить, какие новшества и что вообще интересного происходит в его время, расскажу сейчас относительно кратко. Если поговорить о новшествах, то на командирском столе, на том столе, который мы юзаем для того, чтобы соратников отправить на какие-либо задания, появилось задание «Таинственность», которое, наверное, можно слать вообще хоть сколько, и оно будет повторяться после того, как вы сразу первое его отправите. Оно дает 15 тыквавинских сладостей и также 10 в виде бонусного броска. Суть вообще праздника тыквавина заключается в том, чтобы собрать максимальное количество тыквавинских сладостей с целью того, чтобы обеспечить себе покупку всяких интересных вещей. Например, в прошлых годах вводили различные костюмы интересные. Подойдя сейчас к торговцу, увидим, что ввели в текущий момент нового, быть может, вообще ничего абсолютно. Также не забываем о том, что появляется специальное подземелье в поиске подземелий, а именно убийство всадника без головы. И с него можно дропнуть прекрасного маунта, очень редкого, и пытать свое счастье можно всего лишь раз в день за одного персонажа. Название маунта аналогичное. Скакун всадника без головы. Я давненько его еще полутал, но думаю, у вас тоже получится его залутать. Желаю вам в этом удачи. Основное действие праздника проходит в Элвинском лесу, рядом с воротами Штормграда. Ну а если рассмотреть Ордынскую фракцию, то рядом с Подгородом. Да, конечно, в БФА Подгород немножко разрушен, но я думаю, с целью того, чтобы праздник работал, нужно всего лишь поговорить с Зидорми и перенестись во времени в Тересфальские леса другого исторического периода. Подгород также будет прекрасно украшен различными шляпами, огонь будет всякий интересный, тыквы будут разбросаны, само собой, по городу, и появятся различные дейлики и торговцы, которые будут что-либо продавать для вас. Делаем дейлики, делаем квесты, не забываем тратить тыквовинские сладости на всякие интересные вещицы, которые нужны нам для каких-либо достижений. Можно, например, купить различных питомцев с целью того, чтобы просто-напросто продать их потом. А если поговорить о новых вещах, то ввели закаленную в бою наследную обшивку для брони. За 450 тыквовинских сладостей можно купить итем, который повысит нашу наследуемую броню до 120 уровня. Как вы могли заметить, при открытии карты у меня появились иконки различных тыквовинских сладостей. Это специальный аддон Handy Notes с модулем Hello's End. Я, само собой, в описании к этому видосику закину ссылочку на скачку этой модификации, ну а также модуля для нее. Желаю удачи в фарме, самое главное, удачи в фарме маунта. Всех благ, берегите ноги, до скорого!